Привет, меня зовут Олег. Доклад, в общем, про то, как распределить выполнение задач, которые запускаются в частности по крону, хотя это, наверное, не самое главное в этом докладе, с одной машины на несколько машин. То есть исходная картина такая, что у нас есть какие-то пакеты, куда упакованы, скрипты, конфигурации для крона, пакеты стоят, каждый пакет стоит на одной машине, и, соответственно, одновременно каждая задача может работать только в одном месте, потому что она там стоит только в одном месте. Стремимся мы к тому, чтобы расставить эти пакеты на много машин, и чтобы где задача успела запуститься, там бы она и работала, а на других машинах она бы не запускалась. Зачем это надо? Ну, например, когда приходится жить в разных дата-центрах, и вполне возможно в ситуации, что какой-то дата-центр становится недоступен, то нет просто физического доступа для того, чтобы перенести скрипты с одной машины на другую. То есть вылетел какой-то DC, где крутились скрипты, мы там неопределенное время можем простаивать, и, соответственно, в это время задачи не выполняются, это плохо. Соответственно, хочется поставить их куда-то в другом DC, который сейчас работает нормально. Сделать это просто так нельзя, потому что как только та старая машинка снова станет доступна в сети, она там по крону запустит свои задачи, и у нас получится два экземпляра одной задачи, которые работают одновременно, это нехорошо. Соответственно, нужны какие-то блокировки и также семафоры, чтобы не, скажем так, не положить там одну машинку тем, что все-все-все задачи решат запуститься на ней в первую очередь, там все остальные машины будут простаивать, а одна она будет трудиться и там вылетать по памяти, например. Соответственно, когда мы… ну это то, о чем я сказал, что у нас есть какие-то задачи на разных серверах, то есть вот это нераспределенная конфигурация, там вылетает один сервер, у нас вылетает какая-то задача, то, к чему стремимся, это вот нечто такое. Соответственно, ну то, что я уже озвучил, это какие-то распределенные блокировки нужны, чтобы избегать одновременного запуска одного и того же процесса, и также как-то там заводится о машинках или о каких-то других ресурсах, там позже будут примеры. Помимо прочего, там это как бы все здорово, но еще надо не забыть про такие важные вещи, как агрегация логов, потому что, когда, допустим, если вы там еще не пишете все это я в сисок куда-нибудь, а пишете в локальные файлы, когда у вас пакет стоит, грубо говоря, там в течение месяца на одной машине, то все логи пишутся на эту машину, и читать логи довольно удобно. Когда у вас вот так вот запускается, неизвестно, что где, где успела, там запустилась, то логи фрагментируются по разным машинам, и, допустим, там за сутки посмотреть, что происходило, уже не очень удобно. Поэтому логи надо куда-то свозить и мониторить выполнение задач. Например, если вы там пользовались какими-то мониторингами типа Zabbix, где там есть локальный агент, который собирает какие-то данные, то есть в скрипт, допустим, пишут какие-то файлики, что он там успешно выполнится тогда-то, там какие-то метрики пишут. Zabbix агент это дело собирает локально и посылает к себе на сервер. Например, в такой распределенной конфигурации это будет уже работать совсем по-другому. У вас получается много машин, где стоят Zabbix агенты, и там на одной машине какие-то актуальные данные написаны, а на другой неактуальные. Вот та, на которой они актуальны, она зажжет мониторинг. Соответственно, такой подход к мониторингу уже тоже в такой распределенной схеме не будет работать. Нужно как-то организовывать кластерные мониторинги. Но про это я подробно не буду, наверное, рассказывать. Как вообще реализуют распределенные локи? Можно их реализовывать плохо, и тогда будут вот такие беды. Например, если мы локи пишем куда-нибудь в memcache или в bd, например, mysql, то вот эти проблемы нас будут мучить периодически. То есть когда лок не удаляется явно самим процессом, он будет оставаться, например, в базе или в memcache. Ну, memcache его можно сделать там протухающим, конечно. Но в общем случае, пока он не протухнет или какой-то внешней специальной системой, которая следит за живостью процессов, не удалится, он там будет висеть и не будет давать запуститься очередной копии скрипта. А также вполне возможен сценарий, когда лок теряется, а скрипт продолжает работать, ничего об этом не знаю. Например, мы берем лок в bd, сервер в bd перестартуется, в этот момент запускается следующая копия скрипта, успешно берет лок, а мы, думая, что мы единственные обладатели лока, продолжаем работать. Соответственно, это тоже возможная проблема. Это, в общем, слайд, который я не стал переводить. В общем, одно из возможных решений, и такое, кажется, хорошее решение, которое мы выбрали, это использовать ZooKeeper и на его базе использовать распределенные блокировки. Кто-нибудь работал с ZooKeeper вообще, знают? В общем, в целом об этом можно думать как о таком специальном сервисе, который похож на реплицируемую базу данных. Точнее, не базу данных, а файлов системы. Точнее, более хорошее сравнение. У нас есть ноды, которые выстроены в дерево, так же, как и на обычной файлов системе. Внутри нод могут быть записаны какие-то бинарные данные. И то, что можно делать с нодами, это создавать, читать данные, писать данные, смотреть на список детей, удалять, проверять существование. Но кроме этого, есть еще ряд особенностей, которые отличают ZooKeeper от обычной файлов системы. Все операции, они атомарные и гарантируют то, что то, что вы получаете, это получают все клиенты ZooKeeper ровно в том же виде, в каком вы это видите. То есть, грубо говоря, если вы что-то записали, то вы можете быть уверены, что все последующие чтения вот тех данных, которые вы записали, у других клиентов будут консистентны с тем, что вы пишете и читаете. При чтении, то есть когда мы делаем Get, GetChildren, ну в разных API по-разному, это будет там, или проверяем существование, можно вставить Watcher. Это такой специальный объект, который меняет свое состояние, когда меняется состояние того, что мы читали. То есть, если мы берем, читаем список детей каких-то, ставим Watcher на этот список детей, и потом кто-то создает еще одного ребенка, то мы можем проверить Watcher и увидим, что вот, там изменилось состояние, перечитая список детей, там что-то изменилось. Вот. И ноды можно создавать с двумя флагами. Это эфемерные ноды и, там, не знаю, секвенциальные последовательные ноды. Эфемерные ноды отличаются от обычных тем, что они живут, пока жива сессия, в рамках которой они были созданы. То есть вот клиент подключается, там, открывает сессию, создает ноду. Пока эта сессия жива, то есть пока есть connect, или, там, если мы оборвались, connect, там есть определенный тайм-аут. Вот в рамках этого тайм-аута и в рамках соединения у нас эта нода жива. Соответственно, детей у таких нод быть не может, потому что если там ее приходится удалять, там непонятно, что делать с детьми, если их вдруг создали неэфемерными. Вот. И, ну, про эфемерные на этом все. Вот есть еще секвенциальные ноды. То есть можно указать какое-то имя, хочу создать ноду с таким-то именем, и в рамках какого-то родителя к этим всем нодам будет приписываться монотонно увеличивающийся суффикс, там, 32-битный. Вот. И, собственно, таким образом, что важно, то, что этот суффикс как раз вот монотонно увеличивается ровно в том порядке, в каком ноды создавались. Вообще все записи в Zookeeper идут последовательно через одного мастера, поэтому все события строго упорядочены. Вот. И таким образом, вот на базе вот этих вот конструкций, которые Zookeeper предоставляет, можно реализовывать разные примитивы синхронизации. То есть он сам по себе ничего не знает, там, ни про луки, ни про семафоры, но вот это вот понятие упорядоченности, которое в нем есть, оно позволяет такие вещи, в принципе, делать самостоятельно. Есть документации на это дело на сайте, посвященном Zookeeper, и также есть реализация и насыпание двух примитивов. Ну и, собственно, вот NetZookeeper — это API к Zookeeper в основном. Такой модуль тоже есть отдельно. Значит, вот такой простой самодостаточный код, как реализовать неблокирующий лог. Неблокирующий в том смысле, что если нам не удалось взять лог, то мы сразу выходим, а не дожидаемся, когда его отпустят. В принципе, тут примерно должно быть понятно, что происходит. Давайте по пару комментариев. Вот ключевый момент, что мы создаем эфемерную ноду. То, что… Ну тут на самом деле create возвращает значение, это путь, который он там создал, если я правильно помню. Либо ошибка. Но нам это сейчас не так важно. Нет, ошибка возвращается отдельно в хендлере. То есть мы проверяем, что если вернулась ошибка, если ошибка была конкретно вот эта ошибка, что нода такая уже существует, тогда мы возвращаем NDEV и сразу выходим. Это значит, что лог уже кто-то взял, и нам нечего здесь делать. Если это была какая-то другая ошибка, например, ошибка подключения к Zookeeper, то нам либо как-то специально обрабатывать, пытаться еще раз взять лог, либо умереть сразу и сказать, что вот какие-то там сетевые проблемы. В случае успеха, то есть когда ошибки не было, мы ставим watcher на существование той самой ноды, которую мы создали. И как раз существование этого watcher позволит нам узнать потом, что что-то пошло не так, допустим, что у нас потерялось соединение к Zookeeper, там сейчас по тайм-ауту мы отвалимся, нашу ноду удалят, а кто-нибудь другой, у кого есть соединение с Zookeeper, возьмет этот лог, и там что-нибудь страшное случится. Либо там кто-то взял, там, звономеренно взял и удалил наш лог там напрямую. Во всех этих случаях вот этот объект позволит нам контролировать как-то ситуацию. Но понятно, что если мы там пишем наш код так, как мы пишем, там, без any event, например, то у нас есть один поток исполнения, мы в нем что-то делаем, вот какую-то задачу там делаем блокирующим образом, и этот лог проверять некому. Соответственно, если наш код сложно модифицировать, например, у нас там тонны этого кода, и весь его переписать не получится, то нужен какой-то супервайзер, то есть какой-то процесс, который запускает наш код и сам берет для него… Ну, то есть в отдельном процессе запускается наш код, а в родительском процессе берутся все блокировки и за ними следится постоянно. Соответственно, вот примерно так эта схема выглядит, грубо говоря. То есть вот у нас вот этот самый супервизор наблюдает за локом и вообще занимается целиком локом, а приложение про локи вообще ничего не знает. Соответственно, если что-то идет не так, то приложение будет прибито. Ну и, собственно, вот такой, не знаю, супервайзер написали, называется он switchman, что в переводе стрелочник обозначает. Собственно, вот стрелочник на картинке. Вот. По сути, это такая command-line утилита, похожая по смыслу на flog, который берет локальные блокировки в файловой системе. Но кроме просто блокировок есть еще ряд фич, которые как бы вообще органично вплетаются в наш юзкейс распределенного выполнения на разных серверах. В общем, упомянутые блокировки. Про ресурсы сейчас поподробнее расскажу. И поддержка, что такое группа серверов, там тоже будет пример использования. Я тогда позже вернусь. Значит, что вообще вкладывается в понятие ресурс здесь? Ресурс — это просто такая абстракция, в которой там можно выбирать какие-то свои ресурсы, там в конфигурации их описывать, и говорить, я хочу там x вот этого ресурса, например. Точнее, x там из стальки-то. Один из 24 ядер, одно из 24 ядер процессора, я хочу на этой локальной машине. Или я хочу там взять исключительный лог на базу данных, допустим. Я хочу там сейчас так нагрузить базу данных, что никто больше не влезет. Не знаю, что-нибудь такое. Или, допустим, вот хочу там ходить в МДБ в 20 потоков. Если кроме меня кто-то еще тоже на моей машине будет ходить в 20 потоков, или даже не на моей машине, а вообще там от нас, то это не очень хорошо. А я вот говорю, что я беру, допустим, 10 из 20 потоков хождения в МДБ. Ну, соответственно, вот бывают такие глобальные ресурсы, которые внешне для машины бывают, локальные. Это какие-то там… Допустим, если на машине известно сколько памяти, и ты знаешь, что твой скрипт там занимает, грубо говоря, там, не знаю, 20 гигабайт, то там больше n копий таких скриптов, там подобных запускать там и пытаться не стоит. Соответственно, локальные ресурсы тоже можно выразить в таких вот несколько абстрактных понятиях. Ну, то есть мы заранее знаем какие-то числа и заранее заявляем, что нам сколько-то там какая-то доля интересна. Но, в общем, это вот разделение на глобальное и локальное в плане реализации вообще работы с ресурсами оно не сильно помогает. И можно все упростить, если приписывать там к названию локального ресурса имя сервера. В таком случае все ресурсы можно воспринимать как глобальные. Просто мы организуем все так, что никто там с чужой машины на нашей машине ничего блокировать не собирается. и, значит, да, да, конечно. Нет, нет, не все приложения работают. То есть, вообще, во-первых, у нас сейчас еще не целиком все это в продакшене. Вот мы идем к этому. То есть есть один небольшой сервис, который уже целиком это использует. Вот, и мы планируем на более крупный сервис это внедрить. Ну, речь идет именно о background в джобах. То есть о том, что запускается там по какому-то шедулеру, по крону в нашем случае. Почему нельзя было сообщение использовать параллельный джоб? Надо переписать код для этого. Небольшая вербочка, хотя, как же, не запустя на пакрон. Сейчас. Ну, в смысле, как бы это выглядело тогда? Да, то есть у нас есть, условно говоря, там… У нас есть там пару сотен скриптов, которые как-то написаны там в несколько разнородном стиле. Вот. А кто наполняет очередь? Ну, в общем… Ну, в общем, я говорю, что это один из умножек подходов. Вот. Я как бы сейчас еще не до конца понял вот ту картину, которую вы описываете, да? То есть я не могу там сказать, почему мы там… Почему она там подойдет или не подойдет. Вот надо там делать в деталях, как обычно. Вот. Ну, в общем, не знаю. То есть вообще цель как бы это минимизировать изменение самого кода. То есть сделать что-то такое, что позволит там на нескольких проектах это внедрить там с такими… Ну, там не совсем минимальными, может, усилиями, но с такими… с понятным родмапом внедрения, скажем так, чтобы это все сошлось. Ну, вот. Ну, я не знаю. Я там не ответил, наверное, на вопрос, почему нет. Но я не отвечу сейчас на него. То есть, на деле, получается, разработчик второй раз вложил в крон скрипт, дальше он не заботится уже о том, что надо получить блокировать. То есть просто сейчас… Ну, он перед своим скриптом написал… Сейчас. Вот такую штуку, то есть там switchman, какие-то параметры или там вообще без параметров. Дальше идет скрипт. Ну и да, вот у него там сколько-то таких кронов есть на каких-то машинах. И, собственно, схема работы через Zookeeper обеспечивает то, что, да, разработчику уже не надо думать о том, что у него там что-то с чем-то законфликтует. Нет, нет. Zookeeper — это просто какой-то сервис, где мы храним данные. Вот именно… Храним вот примерно по такой схеме. То есть у нас есть там отдельная директория для локов, для очередей ресурсы. И, собственно, для семафоров, которые фактически взяты сейчас. Когда на машине выкачан какой-то пакет с кроном, там крон запускается, запускает switchman. Switchman идет в Zookeeper. И в зависимости от тех параметров, которые указаны, там создает ноды, читает данные. Какая-то вот его логика, которая на той большой схеме была. Сейчас к ней вернусь. Если этот сервер отрублен, как он может сходить в Zookeeper? Он не сходит. Соответственно, скрипт не запустится. У вас же задача, насколько я понимаю, была, чтобы если этот сервер отрубился, то этот процесс запустился. Да, у нас есть другой сервер, который, допустим… Аналогичный этому? Ну да, да. Но в другом DC. Ну то есть это резервирование путем дублицирования. Никто ничего не ждет. То есть как вот крон запускает их, так они и смотрят. То есть если он спустится, то его уже взяли, он не запускается? Да, да, он не запускается. А это как очередь, да? Ну это… Ну как бы очереди здесь нету. То есть есть крон, который постоянно что-то запускает, пытается запустить. И ты либо начинаешь конкретную копию исполнять, либо понимаешь, что уже не надо, либо понимаешь, что небезопасно и поэтому не будем. Если в штатной работе получается на дублирующий сервер рак, скрипты постоянно поднимаются и тут же отваливают. Да, да. Именно так. Если я сделал сет, то запросы будут get уже получать новую информацию. То есть в чем будет правда? Что он только подпухает или еще как-то это? А если… Сейчас. В чем проблема? В том, что нам надо, если мы умрем, в общем там нет эфемерных нот, скажем так. То есть там надо либо ставить маленький экспар и его постоянно как-то подновлять, либо ставить большой экспар на время работы скрипта, да, и как-то все равно понимать, что вот мы умерли сейчас и не надо вот этот большой период ждать просто так. То есть проблема такая. Не в скрипт, в крон. И это не четыре строчки, это четыре разных варианта вызывать скрипт с помощью… Ну не все возможные варианты, это просто примеры использования. Можно в крон это вставлять? Это в крон, да. То есть там перед началом там звездочки, там юзеры. Я правильно понимаю, что вот эти эфемерные ноты, они привязаны как-то к соединению? Да, да. А если у вас падает сеть, так что там какие-то тайм-ауты учитываются? Да. Ну то есть если… В общем, Zookeeper, во-первых, работает там по консенсусу, да, у него есть несколько машин в кластере. Zookeeper — это кластер, как правило, то есть это не одна машина. То есть там три, ну в общем, нечетное число, чтобы можно было консенсус как-то определить. То есть две проголосовали, а одна, допустим, там вылетела куда-то, потому что попала в ту часть сети, которая сейчас недоступна, и она вообще не участвует в голосовании. Соответственно, из этих машин, которые понимают друг друга, что они живы и доступны, выбирается мастер. А у мастера есть там единственное истинное видение там всего, что сейчас происходит. Я не знаю про это, я про то, что вот у вас есть сервер с кроном, ее резко выберет в воспитании. Больше ничего не принимает, не отправляет. Да, да. Соответственно, Zookeeper должен как-то понять, что… Да. У клиента Zookeeper с сервером постоянно происходят хатбиты, там, сердцебиение, да, и если в течение какого-то времени от клиента ничего не поступало, тогда мы по тайм-ауту почищаем все данные. Ну, тайм-аут там, как правило, ставится там, типа там, не знаю, сейчас, наверное, вру, ну, типа там порядка нескольких тиков. То есть это счет на секунду идет. Так, есть еще вопросы или я просто вернусь там к порядку повествования? Вот, значит, это все про ресурсы. Теперь как это все устроено? Извиняюсь за мелкую схему, но может кто-то что-то увидит, да? Если… Нормально, нормально, да? В общем, когда супервайзер стартует, он в первую очередь проверяет… В общем, да, вот как-то читать, вот эти вот кластеры, это, соответственно, там кластер 0, кластер 1, кластер 2. Просто графизм там это красиво не изобразить. Соответственно, мы проверяем, есть ли лог, и ставим сразу вотчин этот лог. Если лог уже существует, мы сразу выходим и ничего не делаем. Это как раз то, что спрашивали, как мы работаем в штатном режиме. Если кто-то уже держит лог, то, значит, нам не надо ничего делать. Если лог нет, то мы входим вот в этот цикл. Для всех ресурсов, которые нам надо захватить, мы смотрим, есть ли вот в очереди на этот конкретный ресурс, они у нас просто все именованы, уже наш таск. Ну, таск идентифицируется здесь по имени лог. Соответственно, если мы уже стоим в очереди, допустим, на этой же самой машине, там скрипт работает долго, а крон написан так, допустим, что каждый минут запускайся. Если на этой машине скрипт еще там не успел завершиться, по крону запустился, говорит, ага, там, сейчас, что-то я ерунду начал рассказывать, да? То есть если лог есть, то он сразу вышел. Вот как. То есть на машине, допустим, уже запущено сколько-то скриптов, они все там захватили сколько-то процессора. Запускается новый какой-то скрипт, который тоже хочет процессора. Он смотрит, что здесь у нас на этой машине мы процессора еще не ждем, допустим. Тогда мы встаем в очередь на процессор. Если же таск вдруг уже оказался в очереди, ну, это на самом деле случай на случай глобальных ресурсов. То есть если мы там не локалник хотим взять, а какой-то внешний. Если таск на какой-то машине, допустим, хочет уже сделать 10 запросов к МДБ, то и таск где-то уже там встал на другой машине в эту очередь, то нам не надо ставить еще один таск на другой машине в очередь на эти запросы. Потому что когда тот выполнится, скорее всего там, ну, как бы это именно тот самый таск, который должен был сделать. То есть не скорее всего, а вот поскольку мы смотрим по имени таска, то именно то, что мы хотели сделать, оно на другой машине выполнится, когда там дойдет до своих очередей. Соответственно, далее. После того, как мы встали в очереди на все ресурсы, на которые надо, мы начинаем также в цикле дожидаться своей очереди. Когда дождались своей очереди, мы пробуем взять семафор. То есть, как это устроено, я, наверное, нарисую, потому что этого нет тут в слайдах. Когда мы успешно взяли семафор, мы можем взять лог. Если мы успешно взяли лог, тогда мы можем освободить все очереди, в которых мы стояли, и после этого фортнесса запустить там саму задачу. Ну и, соответственно, ключевой момент здесь в том, что, ну не ключевой, но очень важный, что пока вот мы здесь крутимся в цикле, мы периодически смотрим на этот в очер. Потому что если мы пока стоим на какой-то машине в очередях на ресурсы, то более успешная копия нас же на другой машине могла уже все ресурсы захватить и взять лог здесь, раньше нас. Соответственно, пока мы вот в этом ожидании находимся, мы периодически проверяем. А вдруг кому-то повезло больше, чем нам. Тогда нам не надо ничего ждать, мы сразу выходим. То есть, как только здесь мы проверили, что в очер там взведен, мы не дожидаемся всего остального. Значит, далее тогда. Как все это использовать? На каждую локальную машину, которая во всем этом участвует, на которой запускается задача, надо установить switchman, указать в локальном конфиге, куда коннектится. Выглядит конфиг примерно так. То есть, zkhost — это, собственно, адреса серверов зукибера, которые объединены в кластер. префикс — это относительный путь внутри зукибера. Под этим путем как раз расположатся все данные. То есть, если у вас, допустим, один зукибер на много проектов, вы можете называть имя проекта, switchman, например, и таким образом изолировать это от других проектов. Ну и можно писать там локальный лог. Там через лог диспатч он пишется. В принципе, можно как-то там, если есть понимание, как-то деконфигурить по-другому, можно будет какие-нибудь другие адаптеры использовать. Далее. Значит, что можно записать в эту ноду? Вот это представление данных внутри зукибера. Соответственно, в каждой ноде могут быть записаны какие-то данные. Это еще одно отличие, кстати, от файловой системы. Тут не только листья могут хранить данные, но и любая промежуточная нода в том числе. Соответственно, сюда можно записать примерно следующее. Это тоже своего рода конфигурация, которая будет общая на все машины. Ну, та конфигурация, которая пишется в локальный файл, она тоже хорошо бы, чтобы она была одна и та же, потому что иначе у вас там система будет не согласована работать. По сути, это будет там несколько каких-то самостоятельных систем. Здесь можно указать группы. То есть можно объединить какие-то свои хосты в именованные группы и после этого использовать имена вот этих групп при запуске свитчмана. То есть вот, например, последний пример как раз. Когда мы запускаем свитчман с указанием группы, то поскольку в группу 2 у нас здесь входит только хост 1, когда мы попытаемся выполнить это на хосте 2, к примеру, то мы сразу выйдем и не будем ничего запускать, потому что узнаем, прочитав данные в Zkeeper, что нам здесь исполняться не положено. Для какого из кейсов это можно применить? Ну, например, вы не хотите, чтобы у вас скрипт запускался там на всех, не знаю, 10-20 машинах, куда вы его там поставили каким-то причинам. Или вообще хотите, чтобы он запускался там только на какой-то одной машине. И, соответственно, в конфигурации Zkeeper вы для этой группы указываете эту конкретную машину. Если случилось несчастье и она становится недоступной, вам не надо физически удалять пакеты какие-то, вы идете в Zkeeper и меняете здесь конфигурацию, соответственно, те скрипты на других машинах, которые все это время запускались и выходили сразу же, потому что им было нельзя, им теперь станет можно. И они там практически с минимальным даунтаймом восстановят свою работу на другой машине. Ресурсы. Ну, собственно, то, что я говорил ранее про ресурсы, это, собственно, имена ресурсов, которые вообще в системе есть. Почему это необходимо указывать? Потому что у ресурсов обязательно должна быть некоторая иерархия. В каком порядке брать, собственно, все вот эти семафоры? Иначе, если процессы будут это делать произвольным образом, они могут запуститься за дедлочиц. Если один процесс будет ждать в очереди А, другой в очереди Б, и, собственно, они вот так вот друг у друга будут держать ресурсы и не давать друг другу запуститься. А поскольку здесь мы задаем общий на всех порядок, то они все будут действовать по одной и той же схеме, и это позволит нам избежать дедлоков. Вот это вот в QDN большими буквами еще бывает memmb большими буквами и CPU большими буквами. Это макросы, которые резовываются на конкретной физической машине. То есть, когда свичман запускается, смотрят, ага, у меня там есть ресурсы такие-то, собственно, запускают его вот примерно таким образом. Он резовывает вот это дело в QDN текущей машины, и имя ресурса будет там хост1, подчеркивание CPU. Что такое Fully Qualified Domain Name? По-моему, так это расшифровывается. Может, набрал, но смысл этот. Ну, то есть, иногда там админы могут написать хостнейм на машине какой-нибудь короткий, а в DNS на самом деле у него там полное имя какое-то. И вообще потенциально этот короткий имя может быть на всех машинах одинаковым. Это будет катастрофа. Поэтому мы резолвим это дело все через DNS, через обратный DNS в полное имя. Соответственно, вот это тоже здесь макрос. Это берется количество ядер на конкретной текущей машине. Ну, и пример с памяти тут нет, но в документации есть. Вот. Таким образом, в принципе, можно как-то думать, наверное, на тему того, чтобы разные ресурсы делать какими-то плагинами. И доопределять пользовательские ресурсы, которые вводят новые макросы и как-то там вычисляются по каким-то правилам, которые писал пользователь. Это пока не реализовано, но никакого юзкейса пока нет на эту тему. Поэтому, если у вас есть, то можно думать, как это сделать таким расширяемым. Ну, тут вот еще пример того, что можно переопределить локнейм. Который по дефолту соответствует имени, задаче. Ну, и также, соответственно, вот эти параметры лиз, их может быть много. То есть мы хотим там… Какой лиз? Ну, это одолжить. То есть хочу занять ресурс. Собственно, там в англоязычной литературе этот термин широко используется в приложениях семафора. То есть что такое взять кусок семафора? Там лиз, семафор. Такие параметры могут быть множественными. Группа и локнейм, безусловно, не могут быть множественными. Далее. А что на практике может понадобиться переопределительный локнейм? Хороший вопрос, потому что, например, некоторые скрипты должны работать в нескольких копиях. Допустим, мы им передаем какие-то специальные параметры, там параметры очереди, которые они обрабатывают. И одним бейснеймом здесь не ограничится. То есть это, по сути, разные инстанции. И тогда мы можем в локнейм написать руками, грубо говоря, у нас несколько строчек в крантаве, потому что мы их запускаем в реальности в параллель. И мы им допишем отличающиеся в окне им. Ну, собственно, наверное, на этом все. Можно поподробнее немножко вернуться к реализации семафоров и реализации локов, блокирующих звуки, если это интересно. В принципе, это все есть в коде и в документации. Ну, давайте, если есть вопросы, то… Вот угодите, потому что машин с звукипером, их несколько, если это в случае того, что одна упадет. А как данные синхронизируются между ними? И вот насколько опасно то, что данные будут синхронизованы? Ну, то есть я сейчас подробно не готов про это рассказывать там в таких больших деталях, но, грубо говоря, это примерно так устроено. Короче, гуглите, там, включим словам ZAB, это звукипер Atomic Broadcast. Смысл в том, что в каждый момент все договариваются о каком-то одном мастере. И в конфигурации звукипера… Короче, каждый звукипер знает, сколько серверов всего должно быть в кластере. Соответственно, они знают, какое количество составляет кворум. То есть, грубо говоря, если у нас из трех машин вылетела одна, две оставшиеся как бы про себя знают, что они имеют право еще договориться между собой. И тогда вот выбранный мастер, он будет, скажем так, авторизованным мастером. То есть он будет писать все… Как происходит чтение данных, чтение и записи. Когда идет какая-то запись, то есть клиент может подключиться к любому из серверов, не обязательно к мастеру. Когда происходит какая-то запись, она реплицируется на мастер, пишется в журнал, и после этого возвращается ответ тому серверу, к которому подключен клиент, то, что да, вот запись прошла, там номер транзакции у тебя такой-то. Соответственно, чтение, они все тоже, по сути, упорядоченные. Ну, не упорядоченные глобально, а… Как правильно сказать? То есть можно всегда гарантировать, что ты читаешь не… В общем, записав что-то, можно быть уверенным, что после этого ты это прочитаешь. То есть в рамках одной сессии все события будут упорядочены. Транзакции? Да. Ну, то есть каждая запись имеет свой, там, по сути, там, транзакшен ID, и у каждой ноды есть версия той транзакции, которая была записана. И можно даже… Конструкция set поддерживает указание, там, номер транзакции. То есть, допустим, перезапиши мне данные в этой ноде, если она не свежее какой-то транзакции, например. То есть есть такая атомарная операция. Вот. Сейчас. Вопрос был, почему будет консистентная картина, да, у всех? Ну, как с этим бороться, если вдруг? Ну, то есть Zukiper с этим борется как бы. Ну, то есть он дает гарантии на то, что если вы чего-то там читаете и пишете, то другие клиенты, которые в этот момент читают и пишут, они видят то же самое. Сервер, который потом войдет в строй, он там поймет, что, ага, я там отстал, у меня журнал находится на совсем другой позиции, надо дональться. Когда дональется, соответственно, он тоже будет участвовать в выборах и может быть выбран мастером позже. Если мастер умирает при незакрытой транзакции. То есть пришел запрос на сервер, он отправляет на мастера, мастер, не знаю, в процессе лодки, ушел докдаун. Да, про реализацию я не готов подробно рассказывать сейчас. Ну, в общем, как бы… Ну, да, да, это вообще часть фреймворка для Hadoop, то есть разработан в Yahoo уже там почти 10 лет, наверное, ему. Ну, меньше, но сравнительно. Вот, используется там в больших системах тоже, и как бы… То есть тоже про рейд ходу к этому запросам? Ну, да, это такое, в принципе, средство для хранения каких-то там конфигураций таких вот распределенных, и, в частности, как такая там, это как сайд-эффект, можно там блокировки реализовывать на этом деле. Ну, собственно, вот. Какие альтернативы рассматривались? Почему они не успевели? Альтернативы чему именно? Зукипер, ну, у него, я не знаю, например, альтернативы с такими же свойствами. То есть, ну, свойства это как раз устойчивость там к нетсплиту, реплицируемость, и, не знаю, наверное, там удобство разработки под него, то тоже немаловажно, потому что все-таки то, что уже там есть какие-то биндинги к этому делу, и модули, которые под него написаны, это тоже плюсы. А какие-то альтернативы вообще к глобальной схеме, на то, что вы ранее, да, там про RabbitMQ, например, говорили, ну, всерьез не рассматривались, потому что это как… Ну, в общем, у нас используется в некоторых местах German, и это совсем другой код, скажем так. То есть для того, чтобы переписать все наши скрипты на какую-то такую систему работы с очередями, это, ну, потребовало бы разработки, изменения всего этого кода, перетестирования, там, и, в общем. Это, ну, кажется, что заведомо было бы дороже. А патч? Ну, не знаю, наверное, все тогда, чтобы не задерживать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!